Всем привет! С вами Виктория и канал Канделябра, и сегодня у нас новый обзор. Мы подготовили для вас идеальный пример того, как должна выглядеть современная студия под сдачу в аренду. Перед тем, как мы начнем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Канделябра и жмите колокольчик, чтобы узнать о нашем новом выпуске. Напоминаем, если вы дизайнер или самостоятельно сделали стильный интерьер и хотите стать героем нашего обзора, присылайте фотографии своих проектов на почту по ссылке в описании, и, возможно, именно вы станете героем нашего следующего выпуска. И мы начинаем! Обратите свое внимание, так как при входе в квартиру здесь нет полноценного места для шкафа, не стали загромождать им пространство и оставили только зеркало. Самое главное, что не стали вешать зеркало просто на стену, а именно поставили его в красивой черной раме, что когда ты заходишь в квартиру, сразу обращаешь на него внимание. Идем дальше в основное помещение. Очень часто в небольших квартирах используют встроенные системы хранения. Здесь дизайнер поступила иначе. Поставила отдельно стоящий шкаф, но он абсолютно не выглядит здесь слишком большим или лишним, потому что у него есть необычные ручки, которые привлекают к себе внимание. Можно разместить всю одежду. Также здесь находится гладильная доска, другие хозяйственные предметы и внизу две полки для обуви. Я думаю, вы уже заметили, что здесь рядом со шкафом почему-то находится встроенная микроволновка, а под ней холодильник. Если в небольшой квартире нет места для всей техники на кухне, можно проявить фантазию, как сделал здесь этот дизайнер, и совместить шкаф и технику. А как устроена сама кухня, мы сейчас с вами посмотрим. Я думаю, вам понравится идея, как можно организовать кухню в небольшом пространстве. Здесь дизайнер отказался от навесных шкафов в пользу акцентной стены и разместил полностью всю систему хранения внизу, за счет чего получилось уместить весь функционал в эту небольшую кухню. Это выкатные системы. Самая важная вещь, которая и удобная, которую можно предусмотреть в своей кухне. Так как это старый фон, здесь очень высокие потолки, около 4 метров, и нет возможности и смысла организовать подсветку рабочей поверхности на потолке, разместили вот такие красивые декоративные светильники на стене, которые одновременно выполняют свою функцию, освещают рабочую поверхность и являются элементом декора. Если у вас так же, как в этой квартире, есть открытая стена, которая находится рядом с кухней, логично защитить ее вот таким бортиком. Не нужно продолжать сюда плитку, потому что этот обрез будет выглядеть некрасиво. Стекло выполняет защитную функцию и выглядит аккуратно. Когда вы планируете свою кухню, лучше сразу предусмотреть отдельное место, где будет расположена вся кухонная техника. Тогда вам не придется загромождать рабочую поверхность отдельными предметами, они будут сосредоточены в одном месте. Например, здесь это начало кухни, дальше идет двухконфорочная плита и полноценная рабочая поверхность. При создании интерьера в квартире-студии самое главное – это грамотная планировка. Одно из классных решений в этой квартире – это барный стол. Давайте разберем почему. Во-первых, он сочетает в себе сразу несколько функций. Это одновременно и рабочая зона. Здесь можно готовить, принимать пищу, работать, например, с ноутбуком. А с другой стороны, он выполняет функцию разделения пространства спальни от кухни, а также экономит пространство в принципе. Давайте представим, если бы здесь стоял полноценный стол со стульями. Стол со стульями занимал бы очень много места в этой кухне, и не было бы такого ощущения пространства, которое есть сейчас. Поэтому барная стойка решила сразу много задач в этой квартире. Напишите в комментариях, как вы относитесь к такому решению с барной стойкой. Лично мне оно очень понравилось, и я с удовольствием бы сделала это в своей квартире. Ну, а мы с вами перемещаемся в зону отдыха. Основное место занимает, конечно, двуспальная кровать. Рядом с ней находятся небольшие тумбочки, и дальше только декор. Это еще одно правило создания интерьера в небольших студиях. Не нужно загромождать пространство мебелью и выбирать очень массивные модели. Нужно соблюдать баланс. Например, здесь основное место и основной объем помещения занимает кровать, и поэтому тумбочки уже изящные, нету никаких лишних в них шкафов. Но, например, их также украсили декоративными ручками. Еще один прием, я думаю, вы о нем знали, ну, напомним, что чтобы сделать мебель индивидуальной, достаточно просто заменить в ней ручки на какие-то более оригинальные. Так как квартира находится в старом фонде, и в наследии остался лепной декор на потолке, который отреставрировали, и подчеркнули его вторым рядом потолочного карниза, который покрасили в темно-серый цвет. Чтобы поддержать эти классические элементы в интерьере, добавили кресло, также в классическом стиле, которое абсолютно не выглядит здесь лишним, а наоборот в сочетании с винтажной люстрой дополняет эту современную обстановку. Желтый оттенок стен выбран не случайно. Во-первых, он отличается от привычного бежевого цвета, который мы привыкли видеть, если говорим о нейтральных интерьерах. А во-вторых, на его фоне лучше смотрятся природные оттенки дерева и зеленого цвета. Квартира сразу выглядит уютнее и необычнее. А теперь мы, наконец, посмотрим ванную. Сразу раскрою вам секрет, что стиральной машины не будет в ванной, а спрятана она вот в этом месте. Это компактный вариант стиральной машины для ежедневного использования. Отличный выход в маленькой квартире. В ванной нет никаких ярких цветов. Она выполнена в бело-серой гамме. При этом сохранили на одной стене, которая не подвержена никаким воздействием влаги и воды. Оставили кирпичную кладку, но покрыли ее влагозащитной краской. И, чтобы поддержать этот стиль, использовали обычный белый кирпич, но с серыми швами. Он сочетается с цветом стен, который идет чуть выше плитки и с напольным покрытием. Пол тоже темно-серый. Это максимально практичное решение для любой ванной комнаты темный пол. Основное внимание в санузле выделено на зону, где находится раковина. Она в необычном исполнении. Это камень и действительно сразу приковывает к себе все внимание. Дополняет эту раковину зеркало в необычной раме и также подвесной светильник в золотом исполнении. Здесь дизайнер отказался от привычной, в нашем понимании, тумбы с хранением для ванной комнаты. А использовал открытую тумбочку, в которую можно положить полотенце, какие-то другие предметы. Но она более легкая и визуально не перегружает маленькую ванну. Также разместили большую зону душевой со стеклянной дверкой, унитаз с инсталляцией, за которым есть доступ к счетчикам. На этом у нас все. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего в этой квартире-студии, а также какие идеи вы готовы забрать в свою квартиру. Если этот выпуск был для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Канделябра и жмите колокольчик, чтобы узнать о наших новых выпусках. А мы с вами увидимся ровно через одну неделю. Пока-пока!